Терменвокс Терменвокс относительно молодой инструмент. Он был изобретен в 19 году прошлого века. Лидия Кавина – человек, который обучался игре непосредственно у самого изобретателя. Льва Сергеевича Термена, который был родственником исполнительницы. Сейчас с академическим обучением сложнее. Постичь технику игры можно либо самостоятельно, либо у частных учителей. Серьезный подход к данному инструменту есть лишь в Японии. Таких мастер-классов, академий и воркшопов довольно много и по всему миру. Но в Японии очень массовый интерес к терменвоксу. Но все-таки в академических кругах, как академический инструмент, это нигде не используется ни в какой музыкально-образовательной системе. Несмотря на то, что внешний вид, способ звукоизвлечения, да и само звучание кажется экзотическим, звуки терменвокса знакомы практически каждому жителю постсоветского пространства по старым кинолентам и мультфильмам. Он очень много использовался в фильмах и в особенности в первых звуковых кинофильмах. Например, один из самых первых звуковых кинофильмов советских был «Комсомол. Шеф электрификации». И там прямо начинается фильм с того, как выставляется терменвокс и исполнительный терменвокс и играет. Это показано в фильме. И позднее «Человек и амфибия», ну погоди, разнообразные глисандры эффекты, они много использовались. В частности, за счет того, что терменвокс находился постоянно в составе первого электромузыкального оркестра. Наблюдая за игрой со стороны, появляется ощущение, что мелодия рождается сама по себе, не требуя особенных усилий и навыков. Тем не менее, на практике попытка поймать мелодию за хвост позорно провалилась. А что, совсем неплохо. За последние 10-15 лет интерес к терменвоксу неожиданно начал расти. Появляются мастера, изготавливающие инструменты в домашних условиях. Все больше людей пытается освоить воздушный рояль самостоятельно. А признанные мастера концертируют в лучших залах мира в сопровождении симфонического оркестра. Сегодняшний концерт прошел на малой камерной сцене. Но уже этой осенью Лидия Кавина вновь встретится с латвийским зрителем в рамках фестиваля «Арт Рига Фэйр-2015». Второй год подряд у нас проходит мероприятие «Арт Рига», которое происходит во всем мире. Арт Москва, Берлине происходит такое. У нас он происходит второй год подряд. И мы, как своеобразную прелудию, здесь в Риге, можно сказать, для народа демонстрируем звезд, которые будут принимать непосредственное участие в мероприятиях «Арт Рига». И оно будет происходить в последние недели, ноября. Алексей Стесюха, Айнер Крауклис, Первый Балтийский канал.